Всем привет, друзья! Меня зовут Ярослав, вы смотрите Гекстартера в руках. У меня очень-очень-очень дорогой ноутбук, но тем не менее ноутбук с достаточно богатым бэкграундом от компании, которой мы обязаны всеми этими бессонными ночами, запоминающими сезонными ключами, переустановками чертовой винды и вот этого всего. Это, друзья, Microsoft Surface Book 2. Одно из топовых решений от компании Microsoft, и несмотря на то, что у Microsoft сейчас действительно серьезные проблемы с мобильным подразделением, и никто из вас в здравом уме сегодня Windows Phone не купит, то вот эта штука вполне себе имеет право на существование, и у нее практически все хорошо, но обо всем по порядку. Начнем с того, что в этом ноутбуке скрывается реально топовое железо. Это Core i7-8650U, 1.9 ГГц с турбобустом до 2.1, 8 ГБ оперативной памяти и встроенная видеокарта Intel HD. Но самое интересное, что помимо встроенной видеокарты в этом решении, есть видеокарта от компании NVIDIA. Это 1050. Да, это не самая мощная NVIDIA карточка, но даже ниша в линейке 1050 дает за щеку любому встроенному решению от Intel, и это как бы не новость. Ноутбук всем своим видом пытается последовать тому, что мы видели у компании Apple. Это выражается в подаче продукта, в первом запуске. Шутка ли? Настроил я этот ноутбук практически полностью не используя привычные методы ввода типа клавиатуры, мыши или сенсорного экрана. Это вообще дикая херня была для меня. Так как это ноутбук, оставляющийся в первую очередь на американский рынок, здесь есть Cortana. И для меня было открыто, что всю систему можно настроить практически не касаясь клавиатуры. То есть я только ввел пароль от учетной записи Microsoft и от пароля сети Wi-Fi. Все остальные решения я делал исключительно голосом, и вот здесь ты себя чуть-чуть чувствуешь в будущем. Но опять же, на постоянной основе Cortana вам будет интересно только в том случае, если вы действительно знаете английский язык, потому что на русском языке она, конечно же, пока что не говорит. И вопрос, когда заговорит, это большой. Непонятно, на самом деле, никаких анонсов от компании Microsoft пока не было. Необычно, в первую очередь, это то, что это все-таки трансформер решения. То есть вы можете отсоединить верхнюю часть компьютера и получить такой себе Windows 10 планшет с очень качественным металлическим корпусом, с наличием 3,5 миниджека. И, в общем-то, вот как-то вот так. Минус всей этой истории в том, что так как здесь полноценный Core i7, в какой-то момент он начнет дуть вам в руки. Это нормально. С другой стороны, у него офигенский экран, он сенсорный, он поддерживает Surface Piro, однако у меня его нет, поэтому этот момент и протестировать, к сожалению, не могу. Камера здесь задняя нужна лишь для того, чтобы снимать документы, хотя даже с этим, наверное, она... Не, ну справится, проблем особых не будет. Но забавно, что здесь есть режим HDR, что позволяет делать более качественные высококонтрастные стимики. Давай, Костя, мы тебя сфотографируем. И ребятам покажем. Ты знаешь, ты знаешь, вот, вот, картинка отвратительная прям сейчас. Почему? Потому что ты все свое ебало закрываешь планшет. Все отлично. Больше интересно, что с вебкой. А вебка вполне себе достойная. И это, о боже, какой же отвратительный. И это явно лучше, чем то, что есть у меня в макбуке. Напоминаю, что я пользуюсь макбуком 12, и его встроенная веб-камера, это тихий ужас. Так что здесь камере, как для Windows ноутбука, ну, какие-то предъявы я кидать, в принципе, не буду. Она есть. Это, как минимум, неплохо. Что мне не понравилось в этом компьютере? Мне не понравилось то, как реализована подсветка клавиатуры. Все дело в том, что... Давайте, наверное, я отсоединю еще раз верхнюю часть. И покажу вам эту клавиатуру таким вот образом. Ход клавиш здесь абсолютно нормальный. Ничего не продавливается. Все нажимается равномерно. И вот это вот все действительно очень нравится. Но мне не нравится сама подсветка клавиатуры. Она реально дешевая. И это странно. То есть у тех же самых макбуков или Asus этой же линейки значительно более интересная подсветка и вообще реализация самой клавиатуры. Но печатать на ней именно вот тексты очень удобно. Тут никаких претензий нет. Очень маленький течпэд. И он стеклянный. Он практически как у макбука. Он поддерживает все эти жесты Windows 10. Это вполне себе нормально. Но! Но! Первое, что вы должны сделать, когда купите этот ноутбук, сразу же отключить эмуляцию правой кнопкой мыши. Это меня ломало очень сильно, потому что здесь есть действительно две области, где можно прожимать. То есть как мы это порыкли на Windows компьютерах. Здесь это тоже есть. То есть по центру оно жмется, но ты не понимаешь, где оно прожалось. Слева или справа. Но явно видно, что углы нижние, они прожимаются сильнее, чем сверху. Сверху вообще нажатие происходит с большим-большим трудом. То есть это не полноценная панель, как у маков, например. Но! Она поддерживает клик, как у маков, либо под дуна пальцами правой кнопкой мыши, либо одним кликом. То есть это все можно настроить в оснастке Windows. Тут никаких нареканий я предвидеть не могу. Сама док-станция оборудована двумя USB-портами, картридером, и тут у нас есть USB-C и пропиоритарный разъем под зарядку. На днище здоровенная надпись... На днище вообще нет никаких прорезей под охлаждение, поскольку охлаждать по большому-то счету нечего. В клавиатуре у нас расположен батарейный блок и как бы все. И самое интересное то, что помимо батарейного блока, там еще у нас есть полноценная видеокарта. То есть ее сложили именно в клавиатуру. В самом планшете ее нет. Так надо учитывать, если вы берете с собой только планшет и рассчитываете, допустим, на серьезную видеопределительность, то вам нужно еще с собой брать непосредственно док-станцию. Но это вполне нормальное решение. Это позволило, во-первых, упростить и сделать тоньше основной планшет, потому что все железо скрывается здесь. Здесь и Core i7, здесь и оперативка, и SSD. Все вот непосредственно вот в этой истории. За счет этого она действительно толще, чем у всех остальных. Но все остальные не могут жить отдельно. Поэтому, опять же, кому какой форм-фактор больше нравится. Что еще меня раздражает, помимо клавиатуры и того, как работает Тичпэд, это то, как реализована зарядка. Во-первых, если брать конкретно зарядку, она гигантская. Поймите меня правильно. Если мы говорим про компьютер, который стоит 80 тысяч гривен, а это, мягко говоря, очень много, то вот эта вот хрень, она должна уйти просто как страшный сон. Уже даже Asus научились делать нормально. Вот что это такое? Почему оно такое большое? Почему оно такое здоровое? За что спасибо? Оно матовое. Потому что я в свое время помню подобный блок питания для Xbox, и у меня был тихий шок и ужас, когда я осознавал, что он глянцевый. Это вообще чье решение было делать глянцевый блок питания? Но его громадскость оправдывается вот каким моментом. Здесь Microsoft подкинули нам еще один USB разъем с зарядкой на 1,5 ампера. Это прикольно, то есть вы можете брать с собой только одну зарядку и ноутбук, и вам не нужно брать с собой зарядку, например, под ваш телефон. С другой стороны, сегодня большинство современных смартфонов оборудованы кабелем USB-C на USB-C, и по сути в эту схему сходу только заложится, как ни странно, на iPhone, потому что в комплекте там именно USB-A на лайтинг. И это забавно, потому что с любым другим смартфоном у вас, возможно, возникнут проблемы. И вот сам зарядный разъем, он очень странный. То есть, как бы, я понимаю идею. Microsoft хотела повторить тот шикарный фокус, который происходил у Apple до внедрения Thunderbolt разъемов в частности. То есть, у них был Максэйв местный, и здесь, как бы, концепция очень похожа. Вы просто прислоняете, он начинает заряжаться. Но вот в чем проблема. Если я резко выдерну это вбок, то он очень легко и просто отсоединяется. Но, если я попытаюсь это сделать резко вверх, ну, я не буду этого делать, просто, давайте мне на слово, оно буквально тащит ноутбук за собой, и на резкое выдергивание это вас особо не спасет. То есть, все равно, вот, как бы, идея магнитного разъема, в моем понимании, какая была у Apple, что это можно быстро и безопасно в любых раскладах вытащить. Здесь получается, что кроме удобного подключения, вы получаете геморрой, потому что, если с этой зарядкой что-то случится, ее будет достаточно сложно купить в наших реалиях. Это надо учитывать и понимать. И этот же разъем находится не только на самом ноутбуке, но и на днище непосредственно планшета. То есть, если мы хотим зарядить планшет, мы точно так же можем прислонить его к зарядному устройству, но в нижней части. И вот то, что оно расположено здесь, мне не особо нравится, но я понимаю, почему так произошло. То есть, причина для этого есть, но все равно мне не очень нравится то, что оно снизу. Потому что, ну, когда ты, типа, будешь этим пользоваться, допустим, на пузе в кровати, то этот разъем, ну, не знаю, мне кажется, его так можно очень быстро ушатать. Было бы логичнее добавить еще один разъемчик где-нибудь сбоку, мне кажется. Ну, опять же, на вкус цвет. Что необычного было для меня при использовании этого компьютера, то, что здесь есть сенсорный экран. Поймите меня правильно, я слекатвик от таких модных нововведений, потому что, ну, я сознательно большое количество времени и не пользовался Mac'ом. И сенсорный дисплей на таких диагоналях, он меня слегка удивляет. Удивляет также наличие двух батарейных блоков. То есть, у нас есть батарейка здесь, батарейка в квадатуре, и в оснастке Windows можно увидеть целых два пункта о том, что из этого используется, и что из этого заряжается, и так далее. Самое клевое, что есть в этом компьютере, но и сейчас, это его форм-фактор, то, что вы сюда можете отсоединить верхнюю часть компьютера и использовать его просто для потребления контента книг, например, фильмов, либо каких-то читалок, что-то читать в интернете, смотреть. Это прикольно. То есть, иногда хочется действительно от Mac'а отбрать клавиатуру, и вот Microsoft заняла эту нишу с этим компьютером. И круто, опять же, наличие дискретной графики. Так как здесь Windows, то проблем с установкой каких-нибудь игрушек вообще у вас не будет. Если подытожить, Microsoft Surface Book 2 это очень стильный, дорогой, мощный трансформер на Windows. Возможно, самый мощный трансформер, который держал в своих руках. Если вам нужно самое топовое решение на винде, и вы готовы тратить большие деньги, то Surface Book 2 мало чем вас разочарует. Из действительно очевидных недостатков, это не самые громкие динамики, которые встроены непосредственно в планшет. Шутка ли, она тише даже, чем в iPad Pro. И это для меня было некоторым огорчением. Даже мой MacBook 12, который значительно тоньше и легче этого компьютера, обладает более качественным звуком. Не самая приятная подсветка на клавиатуре, хотя она регулируется в несколько походов, но в целом она совершенно обычная. И не самый большой тачпэд. В остальном, это премиум решение с шикарной системой шарниров закрытия самого ноутбука. Вот эта вся история, это дико красиво. Windows Hello работает и не подводит. У него действительно хорошая веб-камера для конференц-связи и совершенно посредственная задняя камера. Но это даже в недостатке записывать как-то не хочется. Он мощный, он красивый. У него офигенный экран. У него действительно качественная сборка. Тут вообще никаких претензий. У него клавиатура, которая не будет залипать, а будет работать. И я не знаю, что еще ему предъявить по факту. Единственная проблема, это его ценник. Если вы готовы платить такие деньги, то добро пожаловать в ITMACH. Ребятам, которые мне его любезно предоставили на взор. Ссылочка на ноутбук будет в описании. И, блин, серьезно, если бы я переходил с macOS на Windows на постоянку, я бы действительно обратил внимание на этот компьютер. Потому что это самый близкий опыт, который я получил в Windows мире после Mac. То есть наиболее близкое по качеству исполнения, по качеству корпуса и вообще работы в целом. Даже если честно, Windows за эту неделю эксплуатации меня даже особо не раздражал. Хотя, казалось бы, наверное, должен был после macOS. Но в целом все очень симпатично, красиво, приятно. И вообще Windows 10 здесь чувствует себя просто как дома. Потому что это по-большому-то, что именно для этого компьютера она и разрабатывалась. На этом все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой твиттер, на мой инстаграм. Пишите свои комментарии, что думаете по поводу компьютера. Потому что мне кажется, что у Microsoft действительно получился крутой компьютер. И я хорошо помню, как мы с моим коллегой Костей, которые как раз сейчас за камерой впервые увидели его коммерциал-ролик от Microsoft. В тот момент, когда даже у Microsoft реклама получилась клевая. Очень рекомендую посмотреть. Там прям вообще огонь. Так что Surface Book действительно крутое решение. Если вам нужно сегодня топовое решение на Windows для работы и чуть-чуть развлечений, то Surface Book 2 действительно вам подойдет. Пока. Теперь можно покурить. Пойдем по поводу. Пойдем по поводу.